Здравствуйте, тема дня продолжает эфир телеканала Кубань-24. О самых важных событиях в стране и крае будем говорить в ближайшие часы. И начнем наш выпуск сообщением о сильном ветре, который продолжает бушевать на всей территории Краснодарского края. Сегодня и завтра его порывы могут достигать 20 метров в секунду. А это, как вы понимаете, угрожает безопасности жителей и гостей региона. Метеорологи внимательно следят за изменениями погоды для своевременного реагирования и оповещения населения. О прогнозах сейчас и узнаем по телефону у Михаила Евгеньевича Шумского, временно исполняющего обязанности руководителя начальника Центра территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Михаил Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, вашими данными, вашими прогнозами. Сколько еще в Краснодарском крае, Краснодаре будет продолжаться этот сильный порывистый ветер? Ну, сегодня у нас ветер в Краснодаре вот на данный момент зафиксирован 17 метров в секунду, то есть ослабление не планируется в Новороссийске 18 метров в секунду, в Отрадной 20 метров в секунду, то есть по всей территории края ветер еще сильный. Завтра ожидается тот же самый ветер в восточных и северо-восточных направлений, местами порывами до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах восточной половины края до 23 метров в секунду. На Черноморском побережье 15-20 метров в секунду, в районе Новороссийска до 25 метров в секунду. Ослабление ветра у нас планируется только к концу рабочей недели, с 13-го к 13-му числу, там ветер стихнет до 50 метров в секунду. И на выходных в субботу тоже будет поспокойней, но в воскресенье в связи с приближением фронтальных разделов ветер начнет менять свое направление на юго-западный, западный, северо-западный, и там уже при прохождении фронтов у нас опять ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Михаил Евгеньевич, а скажите, пожалуйста, насколько это нормальное или наоборот аномальное явление для нашего края для этого времени года? Ну, аномального для этого времени года ничего нет. То есть, в общем-то, мы можем постоянно держать руку? Да, в принципе, это сезонное явление, ну, за исключением там редких порывов. Для Новороссийска 25 метров это тоже некритичная цифра. Да, Новороссийск известен своими ветрами. Ну что ж, спасибо, Михаил Евгеньевич. Значит, будем оставаться в режиме повышенной готовности, будем следить за изменениями погоды и, конечно же, будем внимательны и осторожны. Об этом же нам напоминают и представители Министерства чрезвычайных ситуаций. Конечно, они также, спасатели, следят за изменениями ветра, за изменениями погоды для того, чтобы оперативно реагировать и помогать оказывать помощь в сложившихся чрезвычайных ситуациях. Но помнить о безопасности, быть бдительными следует, конечно, и самим гражданам, особенно тем, кто в этих порывах, в эту сильную ветреную погоду оказался на улице. Давайте узнаем, что нам рекомендуют и как себя вести сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. МЧС России напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при сильном ветре. Необходимо быть предельно осторожны, вблизи наклонившихся деревьев они могут упасть. Также при возможности избегайте щитовых конструкций, рекламных конструкций, шатких домов и домов с неустойчивой кровлей. Также нужно убрать хозяйственные вещи с балконов и дворов. При возможности паркуйте автомобиль в гараже. Если нет такой возможности, то оставляйте его вдали от деревьев и вдали от слабо закрепленных конструкций. МЧС России напоминает, что телефон спасения с городских 0,1 сотовых 101 сил и средств готовы к действию при заключении. Ну а я напомню, что накануне в Краснодаре на территории детского сада на группу детей во время прогулки упало дерево. Одна девочка погибла, еще две девочки и воспитательница пострадали. Следственный отдел по западному округу Краснодара назначил доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Есть информация, что после этого происшествия по детским садам Краснодара запретили прогулки. И сегодня для безопасности детей прогулки также запрещены. А вот что сообщили о случившемся происшествии в департаменте образования города Краснодара. Дерево, которое упало на ясельную группу, не вызывало тревог. Комиссии проходят постоянно, особенно перед началом учебного года. Оно было живое. При осмотре не требовало того, чтобы его нужно было спиливать. На нем росли где-то каштан, уже зацвели повторно цветы. Ежегодно проходят обследования все деревья для того, чтобы определить, какие деревья необходимо вырубать. В 2018 году также в детском саду проходили такие обследования и проходила кронированная обрезка деревьев. В этом году каких-либо тревог, повторю, именно на этой группе деревья не представляли угрозы для состояния и здоровья детей. Мэр Краснодара Евгений Первышев выразил соболезнования и принес извинения родителям погибшего ребенка. Пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их родственникам. Кроме того, после происшествия в Краснодаре проведут дополнительную проверку всех деревьев на территории образовательных учреждений города. Всего же накануне поваленные деревья в кубанской столице убирали по семи адресам. На улице Славинска и Чапаева деревья упали на линии электропередачи, повредив провода. На Калинина обломилась крупная ветка в поселке Водники, дерево упало на проезжую часть, перегородив тем самым проезд. На улице Железнодорожной также дерево перегрыло проезжую часть, его убирали спасатели. На Всесвязском кладбище повалившееся дерево убирали подрядчики. О том, кто и когда должен проверять состояние деревьев и при необходимости их спиливать, об этом мы поговорим с гостем в нашей студии. Я рад приветствовать Константин Викторович Еремеев, заместитель начальника отдела озеленения и экологии Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации города Краснодар. Константин Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время. Подозреваю, что у вас сейчас очень много работы, созданы специальные группы, специальные комиссии, которые уже наверняка сейчас проверяют состояние деревьев, состояние улиц, детских садов, может быть, других учреждений. Расскажите об этой работе, что сейчас ведется, что делается. Значит, работа по выявлению спилу и обрезке аварийных деревьев ведется на постоянной основе. К нам поступают многочисленные обращения управляющих компаний, образовательных учреждений, детских садов, школ, вузов, ТСЖ, ремонтно-эксплуатационные предприятия обращаются. Значит, после этого производится специалистам отдела озеленения Департамента городского хозяйства, производится выезд на место, обследование данных зеленых насаждений, после чего принимается решение о спиле либо обрезке данного дерева. И после чего оформляется акт обследования, порубочный билет и производится спил либо обрезка. То есть это большая такая работа, в которой могут принимать участие, насколько я понимаю, и жильцы домов, и, может быть, посетители детских садов, школ, других учреждений. То есть если они видят подозрительное дерево, они должны сообщить администрации учреждения, которая, в свою очередь, передает информацию вам. Совершенно верно, да. Какие признаки могут указывать на то, что дерево ветхое, старое, неживое и то, что оно может носить потенциальную угрозу? Ну, признаков довольно много. Это суховершинность, может быть, полная сухостойность дерева, дупла, стволовая гниль, поражение вредителями, болезнями, поражение грибами. Ну, какие-то, может быть, трещины ствола, морозобойны. То есть признаков очень много здесь. Ну, кроме того, что сообщают вам управляющие организации, администрации учреждений, наверняка есть какие-то рабочие группы, и сами специалисты обследуют деревья. Как ведется эта работа? Это планово? Совершенно верно. Значит, кроме обращений от собственников-арендаторов земельных участков, проводятся плановые обследования комиссионные специалистами департамента совместно со специалистами администрации внутригородских округов по выявлению аварийных деревьев и дальнейшему спилу или обрезке. Ну, у нас все-таки зеленый регион, зеленый город, и я думаю, что это очень большая работа. Самим тут сложно справиться, наверняка требуется поддержка жителей. Могут ли они, скажем так, в телефонном режиме сообщать вам о подозрительных деревьях? Есть какая-то, может быть, горячая линия или телефон, где специалисты могут также принять заявку? Можно сообщать. На отмежеванных территориях все-таки следует обращаться в управляющие компании. На муниципальных территориях можно звонить в отделы озеленения и экологии 268-10-88, либо в отделы коммунальных хозяйств соответствующего округа. А какая порода городских деревьев? У нас их много, в большом ассортименте, что называется, они представлены. Вот в такие сильные порывистые ураганные ветры какие породы могут представлять особую опасность и, может быть, быть менее устойчивыми по отношению к другим? Ну, если речь идет о падении деревьев или ветве деревьев, то выделить какую-то отдельную породу здесь нельзя. Здесь хотелось бы еще подчеркнуть, что очень много у нас случаев происходит, когда падает абсолютно здоровое, нормальное, живое дерево, которое просто не выдержало физической нагрузки, например, от ветра. То есть, ну, как бы, породу определенную выделить нельзя, которая подвержена больше остальных падений. То есть, это не зависит от породы деревьев, хотя мы сегодня с коллегами обсуждали, может быть, какая-то зависимость есть. Ну, если вот возвращаться к тому случаю, который накануне произошел в детском саду, говорят очевидцы и люди, которые работали в детском саду, что дерево тоже не вызывало угроз. И вот мы слышали с вами комментарий представителя департамента образования Краснодара, что дерево было живое, да? Это как раз такой пример? Или там были какие-то другие обстоятельства? Ну, я сейчас комментировать не могу эту ситуацию. Там проводятся следственные действия, поэтому... Я понял. Тогда, говоря об озеленении города, все равно мы часто и рассказываем на нашем телеканале и с вами, и с вашими специалистами, коллегами о том, что Краснодар становится все более зеленым городом и активно проходит на нем озеленение. Много парков, скверов. Вот какие породы, может быть, сейчас высаживаются? Есть ли какой-то приоритет? Можно ли, опять же, для того, чтобы избежать подобных повторений случаев, как-то делать это безопасно? Ну, сейчас, основываясь на опыте, скажем так, выведен определенный перечень пород деревьев, которые более устойчивы к таким жестким условиям городской среды. Вот. И, соответственно, основываясь на этом опыте, эти деревья высаживаются в озеленении. Это такие породы деревьев, как дуб, липа, граб, платан из хвойных деревьев. Это ель, сосна, туя. Ну, также высаживаются кустарники. Кустарники, они менее опасны, да? Наверняка. Константин Викторович, говоря вот об этой работе, которая будет, ну, наверняка продолжаться и ведется, как вы сказали, в плановом режиме по спилу деревьев, по их обрезке до конца года, может быть, до конца летнего сезона. Что еще предстоит сделать? Какие, может быть, улицы или районы города должны быть охвачены в первую очередь? Ну, у нас такого деления нету на улице или районе. Охватывается весь город. Ну, и, соответственно, как я уже сказал раньше, отрабатываются заявки, заявления. И все-таки, возвращаясь, знаете, к ситуации, которая произошла накануне, многие родители, вчера, ну, их, понятно, было беспокойство, многие забирали детей из садиков, просили не выводить на прогулки, хотя и было соответствующее указание, да, не делать этого при сильном ветре. Вот если мы говорим уже не о жилых домах и, да, и каких-то частных территориях, а вот таких общественных территориях детских, образовательных, медицинских учреждений, то есть там какой порядок работы, взаимосвязи, опять же, с вами для того, чтобы устранять какие-то, может быть, опасные... Значит, у нас на территории Краснодарского края действует закон Краснодарского края об охране зеленых насаждений, который четко говорит о том, что землепользователи, землевладельцы, собственники, арендаторы земельных участков несут ответственность за уход за зелеными насаждениями на своих участках. То есть, ну, в данном случае, так скажем, пользователь земельного участка, опять же, должен обратиться к нам, если, ну, разумеется, у него нет специалистов, которые могут провести обследование, да, провести обследование. Он обращается к нам, мы, соответственно, выездом на место проводим обследование зеленых насаждений и после этого, значит, принимается решение, оформляется пробочный билет и производится вырубка либо обрезка. Ну что ж, мы будем следить внимательно за вашей работой, конечно, за работой городских служб, которые занимаются и озеленением, как озеленением, так и безопасностью жителей и гостей Краснодара. Как мы слышали из прогноза Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, ветреная погода на территории Краснодарского края до конца этой недели будет продолжаться. Возможно, сильные ветры, порывы сильного ветра, поэтому будьте осторожны и, конечно, придержитесь рекомендаций, которые нам выдали специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций. Ну, а о том, какая работа ведется на постоянной основе, кто в ней участвует, я имею в виду обрезку деревьев, обрезку опасных деревьев, которые могут обрушиться от порывов сильного ветра. Об этом нам рассказал Константин Викторович Еремеев, заместитель начальника отдела озеленения и экологии Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации города Краснодар. Ну, а я на этом с вами не прощаюсь, сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после которого тема дня продолжится в новом части с новой темой. Оставайтесь с нами, смотрите Кубань-24.